Сижу вот снова смотрю, как обычно, YouTube, без него никуда. Опять делаю себе гоголь-моголь, только начала, замесила, так сказать. Еще ничего не получилось, не сделала до конца. Да, и вот такая красота. Они, кстати, были завявшие очень, такие прям, у них так жалко было. Отмочила их ванной, просто залила их водой. Неожиданные такие вот проявления внимания. Но в любом случае мне всегда жалко, когда прохожу мимо каких-то вот магазинов цветочных. Мне так жалко вообще, не знаю, кому-то еще жалко цветы, потому что мне очень жалко. Вот так. Да, кстати, буду валяться сейчас, смонтировать видео. Не обращайте внимания на мою такую кровать. В общем, она будет сейчас в использовании, поэтому такая вот вся помятая. И, пользуясь случаем, покажу вам во влоге свои покупки. Покупок было, в принципе, много. Большое их количество, но они повторяющиеся. И, как бы, не хочу снимать даже отдельное видео про эти вещи. Лаки и уход от лук. Я, в принципе, слышала про эту фирму, что у них хорошие лаки. В общем, решила прикупить, тем более, что они недорогие. По-моему, 160 рублей стоит лак, к примеру. Это средство около 200 рублей стоит. И вот это покрытие тоже стоит что-то в районе 200 рублей. В общем, поближе вам покажу. Лак у меня такого вот бордового оттенка, темно-бордового. И он с небольшим таким шиммером. Покажу свотч, его обязательно постараюсь показать. Очень мне понравился. Буду, конечно, с удовольствием им пользоваться. И это обычный лак. Там есть у них и матовые, и всякие разные. В общем, я даже сейчас их название не вспомню. Это покрытие я просто взяла как бесцветное. И в то же время, в общем, оно идет, как здесь заявлено, два в одном. И как топ, и как база. В общем, в принципе, я из-за этого только его и взяла. Чтобы можно было и до лака наносить, и после. Как бы универсальная такая вещь. Еще я присмотрела вот эту вот штучку. Это у нас, как там было написано. Здесь просто на упаковке. А нет, есть русский. В общем, это средство для создания эффекта французского маникюра. Для пожелтевших ногтей и ногтей с пятнами. Меня привлекло, что с эффектом французского маникюра. В общем, хочу попробовать и посмотреть, понравится или нет. В общем, еще купила вот такую вот жидкость для снятия лака. Я не заморачиваюсь вообще, вот честно. Чем снимать, как бы, с ногтей лак. Потому что на данный момент я сейчас не так часто крашу, во-первых. И, во-вторых, больше портят ногти лаки, чем вот эти вот средства. Покупала я это все в 7 дней. И там же нашла вот такое вот масло. Зарекалась не брать, потому что у меня есть еще с ванилью. И пока его не допользую. Бла-бла-бла, не возьму другое. В общем, блин взяла. И что вы думаете, не будет оно у меня вот так вот закрытым лежать и ждать своего момента? Я, конечно же, его открою, попробую. У меня всегда такая вот фишка, когда что-то новое покупаю, приобретаю, мне срочно нужно попользоваться, попробовать, какое оно. Иначе я просто буду не я. Еще приобрела масло абрикосовых косточек от Ботаника. Мне очень нравится. Блин, я его уже даже попробовала. Честно, я от него в восторге. Мне оно даже нравится больше, чем масло миндальное. Тоже от фирмы Ботаника. Блин, честно, пока вот первые впечатления у меня положительные. Мне нравится. В общем, буду пользоваться дальше. И как-нибудь во влоге тоже расскажу о каждом продукте. Потому что ничего еще не пробовала. Ну, практически ничего. Потом во влоге расскажу все подробно. Еще поработила меня вот эта фирма Джонсенс. Я приобрела кучу вещей из этой фирмы. Взяла мыло вот такое вот от Palma Leaf освежающее. Взяла его для работы, чтобы мыть там руки. В общем, очередное масло купила с ромашкой. Кто помнит, может быть, во влоге. Я упоминала, что с ромашкой не хочу брать. Так как с алоэ мне не очень понравилось. Вот так вот я сдержала свое слово. Так я следую своему мнению. В общем, прикупила. Все равно мне было интересно. И честно, оно лучше, конечно, чем алоэ. Свойства остаются те же масла. Все тоже. У меня нет никакого зуда, раздражения. Все супер. Но вот запах, честно, так он приятный. В упаковке все наносишь. Даже когда очень приятный. Но вот раскрывается он на моей коже немного. Кто может знает, вот запах обычных вот этих вот витаминок. Таких желтеньких. В детстве нам обычно мамы их давали. Я не помню просто их название. По-моему, обычный витамин С, если я не ошибаюсь. Вот в банке, если понюхать их запах. Вот на мне раскрывается вот это вот масло с запахом ромашки. Вот именно вот таким вот запахом. Так что не могу сказать, что он не очень приятный. Но и в то же время не очень и приятный. Вот так вот. 50-50. Купила три мыла. Одно я уже использую. Вот такое с маслом. Которое очень обалденный. Такой нежный аромат. Обалденно его просто наносить на тело. Я пользуюсь мылом именно на тело. Не для рук я его приобретала. И этим мылом вообще я с удовольствием пользуюсь. И вот сначала вот эти два я купила. И прикупила вот недавно. Еще одно. Это такое вот. Оно как бы по-моему с лавандой или не с лавандой. Да, вот что-то запах какой-то лаванды по-моему. Или что-то такое вот перед сном. У них есть такое еще масло. Я тоже его хочу попробовать. Ну и еще я взяла вот такой вот крем. Это детский крем с молоком. Три в одном. Здесь в общем написано. Ежедневное увлажнение для лица, тела и рук. В общем это такой маленький тюбик. 50 грамм для детей. Но я его приобрела как в качестве крема для рук. Его такую небольшую упаковочку удобно и в сумке будет носить. В принципе. Ну в сумке навряд ли я его буду носить. Так как у меня есть такая вот бутылек с дозатором. Им намного удобнее. Ничего закручивать, откручивать не нужно. Уже попробовала. Очень нежный. Девочки. Я просто вот я не знаю. Я балдею. Будет возможность попробуйте. Мыло стоит около 30 рублей. Это вообще мизер. Вот этот крем 40 рублей стоит. И не могла я пройти мимо корейской косметики. В общем давно я хотела вот этот крем. Это Shell Repair Perfect Cream от Mizon. Очень была наслышана о нем. Это тот крем, который идет питательный. И там по-моему 80% улиточной слизи. У меня 50 миллилитров. Честно, еще не пробовала. Но чувствую, что он мне понравится. Я буду от него в восторге. И уже второй раз приобретаю от Tune Molle средство для умывания. В этот раз я взяла с грейпфрутом. Как здесь заявлено, это у нас средство для умывания с экстрактом красного грейпфрута. Это поможет улучшить цвет лица, восстановить эластичность и упругость увядающей кожи. В общем, в принципе, это средство такое, как антивозрастное. Для именно антивозрастной кожи. Не антивозрастной, а для антивозрастной кожи. Что-то наговорила, не знаю, что сама сказала. В общем, для зрелой кожи, не для антивозрастной, а для зрелой кожи, ее здесь 180 миллилитров. Ее хватает, блин, ну, я не знаю, дофига и больше. Я той пользуюсь уже два месяца. Да, два месяца, и она у меня только до половины дошла. И дали мне еще два пробника. Это пробник у меня как раз такого же крема, только у которого 92, по-моему, да, 92% улиточной слизи. Он немножко другой, я о нем читала, смотрела много отзывов от девчонок, кто пробовал косметику, именно Мизон уходовую. И отзывы были негативные, большинство негативных отзывов, поэтому я его и не купила. Я взяла именно вот этот. Даже на лето, я думаю, в малом количестве наносить на лицо будет вот так вот. И дали мне вот такую штучку, тоже ее хотела попробовать. Очень заинтересовала меня. Это Snell Repair Intensive Ampoule написано. В общем, тоже от Мизон, такая сыворотка. У меня есть в синенькой, такой в голубой баночке. Точно не скажу, что она делает, но она вот из этой серии, именно всей вот этой серии от Мизон. И отзывы я слышала про нее, что можно ее использовать вместо крема, даже обычного. В общем, попробую и потом как-нибудь во влоге упомяну и расскажу вам все. Короче, вот и все мои покупки, в принципе. Если у кого-то что-то есть похожее, подобное, то пишите свое мнение. Мне очень интересно будет узнать ваше мнение о том или ином средстве, продукте. Не знаю, кстати, у некоторых какие-то боли по поводу того, что как люди говорят средство, либо продукт, вот, на какое-либо средство. Я не знаю, мне вообще пофигу, кто как говорит. Главное, что человек высказал свое мнение и что-то показал, да, рассказал. Вот, в общем, ладно. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok